Почему человек, который уверовал в Иисуса Христа и родился свыше, продолжает грешить? В каждом человеке живет грех, и он обольщает человека. Также и в верующем человеке, который уверовал в Иисуса Христа, грех живет. Он никуда не уходит, он просто живет. Ветхий человек написано, а когда человек уверовал в Иисуса Христа, то в нем рождается дух. В него заходит дух святой, и рождается дух человека, который спал. Но в ветхом человеке грех остается. И что происходит? Когда грязный шланг был, ну он качал грязную воду, очень грязную воду, да, но канализационную. И потом его взять и подключить к роднику чистой воде, то он начинается потихоньку мыться, очищаться. В нем грязь прилипла, и она потихоньку вымывается, вымывается, вымывается. Если этот шланг долго подключен к чистой воде, то он постепенно становится чистый и вымывается. Так и человек, который уверовал в Иисуса Христа, в нем куча грехов. Но постепенно, если он питается чистой водой, которая исходит от Иисуса Христа, от Духа Святого, написано, потеку через вас реки, воды живой. И если мы питаемся Словом Божьим, стараемся жить по Слову Божьему, и даем Иисусу Христу возможность нас исправлять, и сами к этому стремимся, то постепенно, постепенно мы меняемся. Грехи потихоньку вымываются, уходят Духом Святым, Иисусом Христом. И мы становимся чистыми. Поэтому есть младенцы, которые только-только уверовали, и они еще грешат. И мир показывает. Видите, он верующий, а что он делает? Он младенец. Ну, чем дольше человек во Христе и истинно знает Иисуса Христа, у него есть близкие отношения с Иисусом Христом, то он меняется. И очищается каждый день. Очищается, очищается. Мы, как паросян, так каждый день вымазываемся в грязи, а Господь каждое утро нас очищает. И прощает. Мы вымазываемся, потом, как дети малые, пищим, кричим. Просим прощения у Иисуса Христа искренне, сердцем. Он нас прощает. И мы постепенно через Его любовь меняемся. И становимся лучше и лучше, очищаемся. Это очищение длиной в жизнь. Кто-то очищается сильнее, кто-то меньше. Есть Божьи люди, которые изначально очень быстро чистыми становятся. Есть Божьи люди, которым надо большое время, длинное время. Потому что кого-то грех засосал очень сильно, а кого-то меньше. Но грех – это гири, которые надо отвязать. И когда они отвязываются, они падают вниз, в ад. А мы взлетаем вверх, Господу Иисусу Христу.